Весело, ярко и колоритно. В рамках Дня туризма на международной выставке в форуме «Россия» гости узнавали о Карачаево-Черкесии. Партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО отправили из станицы Преградных. В состав груза вошли технические средства и продукты питания. Год семьи и молодежи. О планах на год, мероприятиях и многом другом в ходе прямой линии рассказал Ибрагим Татаркулов. Жизни, традиции народов Карачаева-Черкесии фотография. В Черкесске открылась фотовыставка Арсенала Бердова. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Дарья Тендит. В рамках Дня туризма на выставке «Россия» Карачаева-Черкесия показала свой туристический и историко-культурный потенциал. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Туристический и историко-культурный потенциал – все это и не только смогли увидеть гости в рамках Дня туризма на международной выставке в форуме «Россия». На стенде нашей республики было по-настоящему весело, ярко и колоритно. Здесь каждый смог узнать много интересного из жизни нашего региона, познакомиться с природными и культурными достопримечательностями, погрузиться в атмосферу зажигательных национальных танцев и живой музыки, а также лично почувствовать теплоту одной из главных традиций – настоящее горское гостеприимство. Мы душевно по-кавказски встречали всех гостей, как это делаем в нашей родной многонациональной Карачаева-Черкесии. Но наши гости не просто наблюдали за насыщенной программой, а приняли непосредственное участие в ней, а именно в мастер-классах по вышивке от дизайнера из Карачаева-Черкесии и обучению национальным танцам народа в республике. После такого праздника у посетителей нашего стенда непременно возникнет желание приехать и вживую увидеть всю красоту нашей удивительной республики, отметил Рашид Тимрезов. Своих не бросаем. Новую партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО отправили из станицы Преградной. Отправка груза осуществлялась предприятием «Флора Кавказа». В состав гуманитарного груза вошли дизельные генераторы, ноутбуки, печи дизельные, автономные, вода, продукты питания и другие предметы. Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам военнослужащих, с которыми республика постоянно находится на связи. Подробности у Али Баташева. Погрузка нескольких тонн гуманитарного груза проходит быстро и организованно. В закрытом кузове грузовой машины оказываются нужные для наших бойцов дизельные генераторы и печи, необходимое снаряжение и медикаменты, вода и продовольствие. Погрузку производят работники предприятия «Флора Кавказа», которое занимается доставкой гуманитарной помощи с момента начала спецоперации. Отправляем часто, но заявку дают сами ребята, которые там воюют, дают заявку комбан, согласовываясь с ребятами и мы выполняем. Мы взяли, как говорится, шефственно, это 17-я артиллерийская бригада, которая находится на передовой. К сегодняшнему дню, ребята, то, что заказали, это автономные печи для обогрева, это дизеля-генераторы, ну и продукты питания, часть которых в них не достает. И также теплые вещи, которые на сегодняшний день так необходимы. Груз собран и отправлен в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, председателя парламента Александра Иванова, секретаря районного отделения партии «Единая Россия» Азрета Лебаташева и многих других неравнодушных людей. Народу спасибо, они совместно с нами работают, мы согласовываем с ними, и они тоже мелкими партиями отправляют груз в СВО. Ну это же, вы понимаете, это же наша общая боль, общая задача. Если мы помогать не будем, они там в окопах, мы делаем одно общее дело. Мы должны сохранить великую нашу Россию. Это наше будущее, будущее нашего населения, будущее нашей молодежи. Благодаря работе штаба по оказанию помощи военнослужащим СВО, у каждого жителя Карачаева-Черкесии есть возможность внести свой вклад в общее дело. И оказать поддержку нашим воинам, участвующим в спецоперации. Сборы и отправка гуманитарной помощи проходят исключительно по заявкам военнослужащих, с которыми мы находимся на связи, говорят в Урубском районном штабе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Урубский район. В Карачаево-Черкесии нынешний год объявлен Годом молодежи, в рамках которого в регионе пройдут сотни массовых мероприятий. И немалая часть будет посвящена патриотическому воспитанию. Гостем нашей прямой линии стал руководитель Республиканского министерства по делам молодежи Ибрагим Датаракулов. С ним побеседовала моя коллега Мадина Лайпанова. Поступившие от телезрителей вопросы касались самых разных тем. Подробности далее. В 2024 объявленный президентом страны Годом семьи в Карачаево-Черкесии посвящен еще и молодежи. А это значит, что на различных площадках республики пройдут сотни несомненно запоминающихся мероприятий. Впрочем, ошибочно считать, что Республиканское министерство по делам молодежи занимается очень ограниченным кругом вопросов. Гость Мадина Лайпанова на прямой линии руководитель ведомства Ибрагим Датаракулов назвал более десятка различных направлений деятельности. Причем созданное чуть больше двух лет назад министерство семимильными шагами дошло до всероссийского признания своих заслуг. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесской республики по итогам реализации деятельности в 2022 году Федеральным агентством по делам молодежи России и администрацией президента Российской Федерации получило федеральную премию «Прорыв года России». С чем мы вас, кстати, и поздравляем. Спасибо большое за самую лучшую динамику реализации государства молодежной политики. Если здесь говорить о цифрах, то это 580% повышения уровня эффективности государства молодежной политики по системе ключевых показателей эффективности реализации в данной отрасли, которые определены, сформированы и по которым ежегодно оценивается и проводится аудит. Немалая часть вопросов от жителей Карачаева-Черкесии касались реализации программы «Молодая семья с предоставлением жилья». Как формируется очередь? Почему порой появляются разные данные о порядковом номере семьи на получение сертификата? Кроме того, какие варианты для трудоустройства есть у выпускников образовательных учреждений? Также была обсуждена тема патриотического воспитания и работы центра «Авангард». Мы открыты. Звоните, приходите, в том числе и в неприемные дни. Я практически каждый день, уж точно с понедельника по субботу, с 8.40 плюс-минус до 9-10 вечера нахожусь на рабочем месте. Открыт, готов принять, рассмотреть ситуацию, выяснить все обстоятельства, проконсультировать по всем вопросам. Напомню, номер телефона – 8 800 550 90 44. В прошлом году в Карачаево-Черкесии прошел региональный фестиваль сельской молодежи. Его организация была признана очень успешной. И вот в год молодежи в поселке Кавказском состоится аналогичный форум уже всероссийского масштаба. Об этом и многом другом, что запланировано на ближайшие 11 месяцев, расскажем в новостных выпусках. Артур Мухце, Вести, Карачаево-Черкесия. 17 февраля по 7 марта участковые комиссии Карачаево-Черкесии проведут адресное информирование избирателей. Избирателям расскажут о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России, в том числе с использованием специального мобильного приложения «Инфорум УИК». В проекте задействовано 249 участковых избирательных комиссий, около 1000 членов УИК. Пилотная версия проектов Карачаево-Черкесии была успешно опробирована в ходе проведения до выборов депутата Госдумы. В 4-й школе Черкеска прошло мероприятие по страницам блокадного Ленинграда. Учащиеся и гости вспоминали героический подвиг тех, кто ценой собственной жизни освободил Ленинград от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Все дальше и дальше в историю уходит этот героический подвиг, когда тяжелые дни блокады жителей Ленинграда стойко преодолели. Учащиеся 4-й среднеобщеобразовательной школы Черкеска читали стихи и рассказали о суровых страницах истории Великой Отечественной войны. И о том, как советские войска мужественно прорвали блокаду Ленинграда от фашистских захватчиков. Заместитель директора по воспитательной работе 4-й школы Черкеска Индира Тамбиева подчеркнула важность проведения таких мероприятий для сохранения исторической памяти храбрости наших предков. Проводя такие мероприятия, мы, наверное, пытаемся, чтобы наши дети, во-первых, были патриотами своей страны. Патриот своей страны – это человек, который, во-первых, любит самого себя, любит свою родину и свое государство. Это добросовестный, порядочный и готовый защитить любую минуту свое государство. Вот такие мероприятия мы проводим не только во время месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы, но и каждый день. В свою очередь заместитель председателя Совета ветеранов Черкеска Ханапи Хасуев обратился к школьникам, призвав к изучению истории, чтобы больше подобных войн не было. Восьмидесятилетие прорыва блокады Ленинграда – это демонстрация победы с жизнью над смертью, подытожил Ханапи Магомедович. Удачи вам в жизни, хорошей учебы, и чтобы знать правильную историю, учите ее. Или не бывает такого народа, который исказил историю, сохранил себя. Это, пожалуйста, тоже опять пример, это же Украина может быть. Они, потеряв свою правильную историю, получили вот то, что сегодня ведется. На мероприятии вспоминали, как за период блокады в Ленинграде, по разным данным, погибло от 600 тысяч и до более 1 миллиона жителей. Несмотря на все эти ужасные условия, жители северной столицы смогли выстоять и одержать победу над фашистскими захватчиками. Председатель Совета ветеранов погранвойств Карачаева Черкесии Сергей Юрьев также подчеркнул, что только благодаря самотверженной отваге наших предков нам удалось одержать великую победу. Беспрерывным потоком шли умершие люди, везли, вернее, умерших людей полуживые мертвецы. Это сделали все фашисты. Сегодня задают вопрос, что такое фашизм. А вот, пожалуйста, город Ленинград и больше ничего не нужно, не нужно никаких других смотреть. Ни Белоруссию, ни Украину, на которой все это происходило. Это город Ленинград, это и есть фашизм, который принес на нашу землю 27 миллионов жизней. Забрал здесь. По завершению мероприятия все присутствующие почтили память погибших в блокаде Ленинграда минутой молчания. Али Халипшоков, Белла Чикатуева, Ренат Муков. Вести Карачаева Черкесия. Жизнь и традиции народов Карачаева Черкесии в фотографиях. На базе Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова открылась выставка фотографа-стипендиата Министерства культуры России Арсена Лабердова. Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к народной культуре и искусству, формирование любви к родине, патриотичности и духовности. Смотрите подробности. Искусство видеть и умение запечатлевать в мгновение неотъемлемые спутники каждого талантливого фотографа. Торжественная церемония открытия выставки состоялась в главном холле Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Первыми увидеть работы именитого фотографа Арсена Лабердова пришли почетные гости и студенты. Цена то, что у нас есть такой профессионал. Будущему поколению есть на кого равняться, отметил министр культуры республики Зураб Агирбов. Я хочу прежде всего поблагодарить Арсена, потому что мы действительно в республике, я считаю, в пропорции, какая у нас маленькая республика, сколько у нас талантливых людей, мы, конечно, очень богаты. И конкретно фотографы – это наше большое богатство. И я думаю, богатство это появляется, потому что фактура богатая, потому что действительно велика и природа прекрасна, и традиции нашего народа, проживающего здесь. И в целом талант во всех сферах, он настолько богат, что, конечно, дает почву для творчества, возможность видеть прекрасное. После торжественной церемонии Родион Унаджев исполнил мелодию XVI века на национальном ногайском инструменте «Дамбре». Затем присутствующие приступили к изучению работ. Мастерски, играя светом, сочетая цветные и черно-белые фотографии, автор в точности передает задумку проекта. Уникальность выставки заключается в том, что она позволяет увидеть мир глазами мастера съемки. В какой-то фотографии черно-белые решение идет, а в какой-то цвет имеет очень важное значение. И поэтому, исходя из моего видения, в каких-то работах я оставлял цвет, потому что я считал, что он там важен, допустим, что он играет роль. Если его переводишь в черно-белые, то суть фотографии теряется. А в каких-то работах, наоборот, цвет разве что мешал. Первые посетители отмечают, что запечатленные мгновения отражают не только атмосферу жизни и быта, но и обладают тайной силой воздействия. Хочется остановиться и, вглядываясь, задумываться о чем-то вечном. Очень интересное переплетение современного быта людей разных народов нашей республики с историческими, скажем так, с историей наших народов. Поэтому хотелось бы больше таких интересных работ с переплетением истории и современности. Именно вот такой красивой бытовой эстетики хотелось бы в этих работах побольше увидеть. Фотографии Арсена Лабердова отличаются оригинальным стилем и глубиной эмоций. Автор рассказывает зрителю историю нашей республики, делая упор на народе, проживающем на территории Карачаева-Черкесии, отражая его традиции, ремесла, обычаи и обряды. Целью проекта является привлечение подрастающего поколения к изучению и сохранению истории республики. Фотовыставка проходит при поддержке Министерства культуры и Школы творческих индустрий. Благодаря Министерству культуры Карачаев-Черкесии, благодаря нашему министру культуры, мы нашли такую форму сотрудничества, которая оказалась очень интересной. Школа креативных индустрий, на базе которой мы провели выставку, она как раз создана для того, чтобы проводить какие-то интересные проекты. Выставка будет открыта для посещения в течение двух недель. Каждая работа будет снабжена QR-кодом, который приведет к видеоролику, в котором автор расскажет историю своей работы. Вскоре выставка будет открыта и в цифровом формате. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу Вести «Дежурная часть» с Ахматом Халкечевым. Обзор за месяц. Удачи и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok